Приветствую вас, коллеги, те, кто сейчас в зале, и те, кто смотрит меня в прямой трансляции, и, конечно, те, кто меня смотрит в записи. Привет, будущие! Меня зовут Григорий, я технический евангелист Vox Implant, и сегодня я буду рассказывать вам о ошибках и о том, как делать программы надежными. А команда Vox Implant, мы занимаемся облачной телефонией. У нас есть облако, которое может принимать звонки, может осуществлять звонки, а еще там есть JavaScript, с помощью которого в этих звонках можно делать магию. И нам реально очень важно, чтобы наши клиенты, которые, к примеру, звонят куда-то из Битрикса или учатся английскому в Skyeng, у них ничего не прерывалось, не ломалось, и они могли фокусироваться на общении. Поэтому мы уделяем очень большое время тому, чтобы наша платформа была надежной. А как можно сделать платформу надежной, если нас постоянно преследуют фейлы? Да, фейлы. А, собственно говоря, я поговорю о том, почему происходят фейлы. Вот сейчас я, например, кликаю на ноутбуке кликером, а он не переключается вперед, потому что фейл. Но это легко исправить. Если мне, конечно, дадут пять секунд. Ага. Итак, щелк. Вот. Почему в программе случается фейл? Почему в нашем веб-сайте случается фейл? Почему в нашем сервисе случается фейл? Ну, можно, конечно, предположить, что программисты не очень хорошие люди. И вот если нанять каких-то других волшебных программистов, то фейлов у нас никогда не будет. Но мы собрались на Failover Conference, где мы обсуждаем реальность, а не единорогов. Поэтому все мы прекрасно понимаем, что в общем случае программисты, конечно, виноваты. Но виноваты не сильно. А фейлы случаются из-за ошибок. Ошибка – это очень общее слово, и оно мне очень не нравится. Вот когда 2 плюс 2 неожиданно получается 5, это реально ошибка. А когда наш сервер лег под нагрузкой, ну, это интересная ситуация, которая может возникнуть по разным причинам. Поэтому ошибки удобно делить на 2 категории. Первая из них – это Operational Errors. Группа ошибок, которые случаются, когда, в общем-то говоря, правильную программу, правильный сайт, правильный сервис ставят в неправильные условия. Например, сделал разработчик великолепный сайт, его поставили на дешевый ВДС за 2 доллара в месяц, набежало тысяча человек в секунду, и все легло. Ну, кто виноват в том, что все легло? Ну, по сути, никто не виноват. Все все сделали правильно, только вот условия немножко некорректные. И программер. Error. Это ситуация, когда программист таки допустил в программе какую-то ошибку. Опечатался или не понял условия, задачи, или ожидал, что программа будет работать одним образом, а она, нежданчик какой, работает совершенно другим образом. Во всех этих случаях проблема заключается в том, что разработчики ожидают, что их решение будет работать одним способом. А потом, когда это выкатывается в продакшн, оказывается, что реальность вносит свои коррективы, и работает не как хотели, а как сказали. Почему так происходит? Почему разработчики не могут просто сесть и написать все правильно? Ну, казалось бы, это очень просто. Их, нас обучают в институте, обучают на курсах. Есть тимлиды, которые расскажут и про бигдаты, и про хайлот, и про то, что надо ставить правильные сервера, и писать правильно программу. Почему же случаются фейлы? Ответ на этот вопрос не очевиден. Фейлы случаются, потому что кошелек. Неожиданно. И не простой кошелек, а кошелек Миллера. Кошелек Миллера – это такое свойство человеческого мозга, которое исследователь Миллер совершенно случайно обнаружил, когда ставил бесчеловечные эксперименты на своих коллегах в офисе. Обнаружил он следующее, что человек в фокусе внимания может держать не так много предметов. И когда я говорю не так много, я говорю про число, которое бегает вокруг цифры 7. То есть, например, от 5 до 9. Кстати, кошелек Миллера более известен, как правило, 7 плюс минус 2. То есть, если перед нами на стол выкинуть 7 разных игральных карт, мы примерно сможем их запомнить, так сказать, осознать целиком. Если выкинуть 10, нам будет сложнее. Если выкинуть 50, печалька какая, мы не сможем осознать эту картину целиком. Просто потому, что так работает человеческий мозг. Так вот, с разработкой программ все абсолютно так же. Когда мы создаем программу, веб-сайт, сервис, практически все, что угодно связанное с IT, оно состоит из деталек, из большого количества деталек. Программа состоит из строчек кода, веб-сервер к тому же состоит из конфигурации NGINX, базы данных, сервисов, там еще там CAT может приползти. И как только этих деталек в одном месте становится значительно больше 10, разработчик просто не может удержать всю картину в фокусе внимания и начинает допускать ошибки. Не потому, что он плохой, а потому, что человеческий мозг так работает. И что с этим делать? Ну, на самом деле, можно ничего не делать. И у многих компаний это хорошо получается. Известный способ разработки фигак-фигак и в продакшн. В оригинале чуть более матерный. Можно тратить деньги, время и силы на то, чтобы героически бороться с кошельком, делать код-ревью, обучать разработчиков, изучать фреймворки. Очень много денег, времени и сил. Вот, например, разработчики софта для космических кораблей этим очень увлекаются. Потому что если там допустить ошибку, то космический корабль может и не взлететь. Или наоборот, взлететь, но не туда. И когда мы разрабатываем какой-нибудь софт, у нас всегда есть выбор. Или мы вкладываем деньги, время и силы в борьбу с человеческим вниманием, потому что программисты будут допускать ошибки. Либо фигак-фигак и в продакшн. Быстро-быстро-быстро на коленке что-нибудь закодили. На компьютере разработчика как-то работает. Сгенерировали, запустили. И смотрим, чего у нас получилось. На самом деле такой подход, такое положение дел, оно очень хорошее. Потому что наличие этой красной черты говорит о том, что у нас есть выбор. Это наша красная черта. Куда хотим, туда ее и ставим. Поэтому мы, как создатели программного обеспечения, как интеграторы, как автоматизаторы, выбираем. Будем мы бороться или будем мы быстро фигак-фигак в продакшн и фейлы. Выводок фейлов. Для того, чтобы это чуть лучше выбирать, ошибки можно делить по второму принципу. Первый способ деления – это по нашему к ним отношению. Хотим мы с этими ошибками бороться или не хотим. По отношению к ошибкам мы их делим на ожидаемые и неожиданные. Ожидаемые ошибки – это то, с чем мы бороться хотим. Например, если программист совершил в программе опечатку, и программа не работает, да, мы хотим это исправить. Если наш сервис падает раз в 10 минут, да, мы хотим это исправить, потому что это не позволяет нам заработать денег. Мы реально хотим бороться с тем, что не позволяет нам заработать денег. Есть неожиданные ошибки. Например, каждую полночь сервер перезагружается. Мы, конечно, можем потратить кучу времени, денег и сил на то, чтобы сервер не перезагружался. Но если у нас в полночь, например, нет пользователей, то мы можем на это просто забить. И до тех пор, пока это не повторяется, не делать ничего. Или перенести сервер. Или поставить второй.